Альфред Грибер. Практический иврит. Шаг за шагом. Урок номер 37. Устойчивое сопряжённое сочетание существительных. Урок ведёт Альфред Грибер. Вы уже знакомы с таким языковым явлением в иврите, как сопряжённое сочетание. Смехут. Напомню вам, что члены такого сопряжённого сочетания составляют неразрывную синтаксическую единицу, и поэтому никакой другой член предложения не может отделить их друг от друга. Все сопряжённые сочетания характеризуются слитным произношением обеих его частей. То есть, два слова произносятся одно за другим без паузы. Ударение при этом практически полностью переносится с первого слова на второе. Поэтому второе слово сохраняет своё произношение, чего нельзя сказать о первом, главном и определяемом слове, в котором гласные звуки могут изменяться из-за потери ударения. Сопряжённые сочетания существительных делятся на две большие группы. Первая группа – устойчивые сопряженные сочетания существительных. Вторая группа – зависимые сопряженные сочетания существительных. На данном уроке мы рассмотрим устойчивые сопряженные сочетания существительных, которые составляют первую группу. В таких сочетаниях существительно изменяют или теряют свой смысл, а все сочетание в целом приобретает новое значение. Таким образом, все словосочетание является устойчивой лексической единицей со своим единым значением. Обычно устойчивые сопряженные сочетания пишутся с дефисом черточкой между существительными. Бейтсефер – школа, в смысле дом книги. Бейтсефер – понятие школа может входить в состав словосочетаний, очень далеких по смыслу от слов дом и книга. Бейтсефер лерикудим – школа танцев. Бейтсефер лерикудим. Слово «рикуд» – танец, пляска – это существительное мужского рода единственного числа. Рикуд. Бейтсефер лерикудим. Бейт-хорошет – завод, фабрика, в смысле дом промышленности. Бейт-хорошет. Слово «хорошет» – промышленность, индустрия. Это существительное женского рода единственного числа. «Хорошет» – «бейт-хорошет». Бейт-кнесет – синагога, в смысле дом, собрание. Бейт-кнесет. Слово «кнесет» – собрание, стечение людей. «Хорошет» – это существительное женского рода единственного числа. «Кнесет». Бейт-кнесет. «Шиболет-шуаль» – овес. В смысле «колос лисы». «Шиболет-шуаль». Слово «шиболет» – «колос», а также «быстрое течение», «стремнина», «поток» – это существительное женского рода единственного числа. «Шиболет». Слово «шуаль» – «лиса», «лисица». Это существительное мужского рода единственного числа. «Шиболет-шуаль». «Ёшев-рош» – «председатель». В смысле «сидящий во главе». «Ёшев-рош». Слово «Ёшев» – «сидящий», «житель» – это существительное мужского рода единственного числа. «Ёшев-рош». «Эм-байт». «Сестра-хозяйка», «костелянша», «экономка», «домоправительница». В смысле «мать дома». «Эм-байт». «Царут-аин». «Зависть», «зависливость», «недоброжелательность». «Недоброжелательство». В смысле «узость глаза». «Царут-аин». Слово «царут» – «узость», «теснота» – это существительное женское рода единственного числа. «Царут». «Царут-аин». «Бат-коль» – «эхо». В смысле «дочь звука», «дочь голоса». «Бат-коль». «Слово «коль» – звук, тон, голос, глаз – это существительное мужского рода единственного числа. «Коль». «Бат-коль». «Бааль-хаим». «Животное». «Одушевленное существо». В смысле «хозяин жизни». «Бааль-хаим». «Бааль-давар». «Заинтересованное лицо». «Заинтересованный в чем-либо». «Имеющий отношение к чему-либо». В смысле «хозяин вещи», «хозяин дела». «Бааль-давар». «Бен-адам». «Человек». В смысле «сын Адама». «Бен-адам». «Милат-яхас». «Предлог». В смысле «слово отношения». «Милат-яхас». Если нужно придать сопряженному сочетанию существительных характер определенности, то артикль ставится перед вторым существительным, но относится он как ко второму, так и к первому существительному. Однако некоторые устойчивые сопряженные сочетания существительных присоединяют определенный артикль к первому, то есть определяемому слову. Прилагательный, который исполняет роль определений, всегда ставится после сопряженного сочетания существительных. Согласование вроде и числе прилагательных и устойчивых сопряженных сочетаний происходит, как правило, с определяемым первым словом. При любом сомнении обращайтесь, пожалуйста, к словарям, где указаны также и формы сопряженного состояния того или иного имени существительного. А сейчас давайте повторим все устойчивые сопряженные сочетания существительных данного урока. Продолжение следует... Итак, на данном уроке вы обобщили свои знания об устойчивых сопряженных сочетаниях существительных.